какие есть три этапа становления в офицерскую должность какие темы нужно повторить перед интервью а также о чем спрашивают на собеседовании джуниор офицера приветствую это первое видео бесплатного курса как пройти интервью третьему и второму помощнику сегодня отвечу на эти вопросы а еще рассмотрим пример интервью на должность джуниор офицера в одной из крупных компаний как же все-таки пройти интервью ну я бы начал с того что сперва нужно попасть на интервью чтобы вас туда позвали нужно получить промоушен от капитана или двух получается первый этап становления в офицерскую должность это получить промоушен от капитана для этого вам потребуются практические знания второй этап это пройти интервью в компании здесь скорее нужны теоретические знания и теоретический подход И третий – это начать работу в новой должности. Тут снова нужна от вас будет практика. В начале карьеры мне самому не хватало практических знаний, но тогда не было курса или книги, который мог бы рассказать и показать работу третьего помощника с практической стороны. Он был создан только лишь в 2019 году. Это курс промоушен. Сейчас это уже пятая версия курса, максимально дополненная. Более тысячи человек прошли данный курс, и многие уже работают в должностях второго и третьего помощника, а некоторые даже уже старкомят. Так что вопрос с практическими знаниями можно было считать закрытым. Но вопрос интервью для многих все еще был актуален, ведь 70% вопросов на должность второго и третьего помощника имеют теоретический характер. Поэтому я решил провести полугодовой ресерч, исследование, в котором приняло участие более 120 ваших коллег. И это легло в основу курса подготовка к интервью третьего и второго помощника и его бесплатной версии. На которой вы сейчас находитесь. Сразу хочу уточнить, откуда я знаю, что спрашивают на интервью. Я не имею огромного опыта прохождения интервью. Я не капитан-наставник. Я не работаю в клюинге либо офисе компании. Откуда я знаю, что спрашивают? На самом деле ответ прост. Когда-то, как я и сказал, я создал курс промоушен 5.0, который прошло более тысячи человек. И процентов 60-70 с них находится в закрытом чате. Не так давно я написал всем личное сообщение, где попросил поделиться теми вопросами, которые им задавали на интервью в последнее время на должность третьего и второго помощника. Я получил в районе 120 ответов о том, что их спрашивали в 40 различных компаниях, разные капитаны-наставники и суперинтенданты. Из более тысячи вопросов я выделил те, что задают чаще всего, и создал курс подготовка к интервью третьего и второго помощника. Часть его легла в основу данного бесплатного курса, на котором вы сейчас находитесь. Перейдем к главному. Что спрашивают на интервью? Конечно, можно сказать, что знает тот, кто спрашивает. Это логично. Но на самом деле это актуально только, если вас интервьюирует тот же капитан-наставник, который вас готовит. В крупных крюингах, таких как Вишиб, Марлоу, Коламбия и многих других, капитаны-наставники понимают, что спрашивают их коллеги. Поэтому, соответственно, подготовить вас к интервью в эту компанию он сможет, даже если потом не будет вас интервьюировать. Однако, если вас готовит человек с одного крюинга, а вы проходите интервью в другом, это может даже сбить вас толку. Почему? Давайте разбираться. Потому что каждый капитан-наставник имеет собственный взгляд на интервью. Каждый капитан-наставник – это отдельный, полноценный, крутой специалист. Он задает вопросы, исходя из личного опыта. Кто-то будет больше спрашивать по теоретической навигации, кто-то по сейфке, кто-то по коллегу. Кому-то будет интересен больше ваш личный опыт, предыдущие контракты. А кому-то, знаете ли вы метод определения по крюспелингу или звездам. Выходит, один капитан-наставник не сможет вас подготовить ко всем вопросам его коллег, так как у него свое видение правильных вопросов, которые задают и нужно задавать на интервью. Да, если вы проходите в, допустим, какой-то крупной компании, то такая компания сужает спектр задаваемых вопросов своими чек-листами. Но каждый интервьюер, работая там, направит разговор в ту сторону, которую он считает наиболее важной для определения вашей квалификации. То есть каждый капитан-наставник имеет право задавать те вопросы, которые он считает наиболее уместными для того, чтобы проверить ваши знания. Так это работает. Поэтому конкретного ответа на вопрос, что спрашивают на интервью, не существует. Чтобы разобраться в этой теме, я провел полугодовое исследование, собрал более тысячи вопросов, из которых составил список из 320 уникальных вопросов, которые охватывают в районе 90% всего, что могут спросить. Систематизируя информацию, я выделил 12 тем, по которым нужно готовиться к интервью. Первое – это общие вопросы. Какие обязанности третьего помощника? Как вы будете нести вахту? Как вы будете принимать вахту, пересдавать вахту, действовать в экстренных ситуациях и так дальше? Вопросы, касающиеся Марпола, АСМ, АСП, СМЛС. Вопросы по специфике флота. Их на самом деле очень немного. На интервью вторых, третьих помощников это скорее старпомом и капитаном. Вопросы личного характера, где учились, что было самое сложное на контракте, что в работе нравится больше всего и так дальше. Вопросы по сейфти, по сейдж-плану, бумажной работе, навигейшн-эквипмент, джим-дсс, Эгдис. Эгдис вынес отдельно от навигационного оборудования, потому что его спрашивают очень часто. И вы в этом сами сможете убедиться по ходу данного курса. Вопросы по колрек и базовой навигации. Такие, скажем, более теоретического формата. Определение по двум дистанциям, трех дистанциям, пилингу дистанции, крюс-пилингу и так дальше. Теперь перейдем к практической части, а именно к разбору интервью. Начнем с позиции junior officer или, как в нашем случае, apprentice. Итак, давайте разбираться. Слева вы видите, я написал всем участникам курса promotion примерное сообщение, что у меня к вам есть одна очень важная просьба. Если вы недавно проходили интервью на должность второго и третьего помощника, поделитесь, пожалуйста, вопросами, которые вам задавали. Эта информация будет очень ценная. И заранее, конечно, человеку говорю спасибо. Получаю первый ответ. Артем, apprentice officer. День добрый. Сейчас нахожусь в должности apprentice officer. Жду повышения на судне. Если будет интервью, то вопросы скину. Что касаемо курса, просто пушка. Если бы еще так учили вышки, цены бы мне было. Доволен, что купил. Много вопросов было разобрано. Все, что нужно для старта, уже в рукаве. И в конце он скидывает вопросы, которые ему задавали при собеседовании на позицию junior officer. Итак, спрашивали, почему на радаре ставим STV и курс True the Water написано. По факту это хейтинг. Что такое IOS, Cammin, Marple, Annexys и так дальше. Не буду все дочитывать. Лучше предлагаю их сразу разобрать. Итак, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok